Согласитесь, не так много современных эстрадных коллективов Могут похвастаться долгожительством 3-5 лет считается уже солидный возраст А для джаз-комбо это вроде бы и совсем невозможно Ведь каждый является самостоятельным музыкантом-профессионалом Имеющим полное право исправить свои силы в любом коллективе Что обычно и происходит И все же очень редко, но бывают исключения Как, например, ростовский Нью-Центропезен джаз-квартет Который вот уже 10 лет вместе Я ростовчанин, Виталик, басист наш Он приехал из Ейска До училища он играл с ейскими коллективами Джаз тоже поигрывал так чуть-чуть Андрей, наш аксапанист, он с Кривого Рога До училища он тоже играл джаз В популярном, известном оркестре в детском биг-бленде Александра Гебеля, да Арам предложил, говорит Давайте поиграем, ребята Попробуем вместе, как И мы согласились, попробовали Все, нам понравилось И вот уже 10 лет Мы друг без друга как бы так не можем Потому что 10 лет назад мы не умели ничего толком Мы только поступили в училище искусств Слышали много о джазе, но фактически мало его играли И по мере того, как мы собрались У нас появился наш коллектив Мы просто стали обучаться джазу Учиться и не только джазу, не только музыке А и жизни учиться Фактически Мы как личность остановились за эти 10 лет И продолжаем И продолжаем развиваться И продолжаем постигать Фактически наш ансамбль стал такой лабораторией для нас Наиболее результативным для ребят Стал 94-й год На них впервые с интересом посмотрели Не только на всероссийском конкурсе Молодых джазов-исполнителей Но и на европейском, Бельгии Там они были признаны как самая перспективная группа И не без основания Уже через год Ростовский Ницин-Рапезен джаз-квартет Завоевывает первое место и гран-при в Ливеркузене, Германии Так ребята отметили свой первый пятилетний юбилей И открытие детской джазовой школы имени Кима Назаретова С какого стиля вы начинали? С самого обыкновенного С самого обыкновенного Дикси Лен, Свинк Играли многое Вначале снимали, потом учились писать сами Потом учились сами импровизировать На то, что написали Учились делать аранжировки Ну, многое почему А что же послужило причем? Почему 10 лет вместе? Почему вы не разбежались, не нашли каждый свой коллектив? Это да, это интересно Потому что нет таких других рядом Знаете, в принципе, могла бы, конечно, мысль Но в Ростове по духу мы, как бы, как одно и целое Хотя мы очень все разные Но, тем не менее, у нас интересы общие И нам интересно вместе Вот 10 лет, в принципе, мы даже отдыхаем вместе И вот это уважительное отношение друг к другу Оно, конечно, нас держит вместе И Ну, это неветренные такие связи То есть мы по жизни идем вместе Но кто у вас является таким лидером? Самый серьезный, самый рассудительный? Вот если можно дать характеристику каждому члену ансамбля? Каждому члену ансамбля? Ну, вот какой вы? Какой я? Я идеи только Андрей, он больше склонен к написанию музыки Он такой романтик Не знаю, может быть так КОНЕЦ Гриша Гриша скажет, что он хулиган Ну, не то, что хулиган Он самый младший среди нас То есть у нас там разница небольшая Как Елисей в ансамбле Да Ну, к нему вот такое отношение, что он младший Его надо как-то поддерживать И Начиналось здесь лет, что мы его из барабана вытаскивали Виталик взрывной Он переменчивый Надо к нему тоже найти подход свой Но на сцене, как музыкант, ему равных нет, конечно Он уже освоил и контрабас И контрабас И он очень упрямый Если он чего-то захотел, он обязательно добьется Будет сидеть 10 часов, 20 часов Но он обязательно добьется Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два года упорного и кропотливого эксперимента И теперь уже дети поднимаются на пьедестал победителя То в Кривом Роге, то в Санкт-Петербурге Каждый год новая ступенька творческой биографии школы В 98-м педагоги поехали на конкурс в Испанию Полученный там приз зрительских симпатий так воодушевил Что они рискнули на совместный проект С американской звездой свинга Фэй Виктор Трудно сказать, для кого это было больше удачи А в конечном утопе, безусловно, выиграли все любители джаза И, наконец, десятилетия ребята отметили выпуском диска Волнующий бритв, в котором больше половины Собственные оригинальные композиции Волнующий бритв Волнующий бритв Волнующий бритв Волнующий бритв Волнующий бритв Субтитры подогнал «Симон» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Взрослые решают одну и ту же проблему. С какого возраста нужно начинать заниматься джазом? Может быть, вы рановато начали, там, 7-8? Или в самый раз? Как? С джазом можно с любого возраста. Это не зависит от твоей возрастной категории. А ты когда начал? Полтора года назад. И как ты себя чувствуешь? Как рыба в воде. А чем тебе нравится джаз? Всем, что в нем есть. А что в нем есть? Импровизация. Еще. Легкость. Легкость. Интерес. Просто интерес к игре. Очень интересно играть. Интереснее, чем остальные стили. Он, по-моему, самый просто... И самый легкий, и самый трудный одновременно. Он интересен своим вообще жанром, своей историей. Ну, а вот кроме истории, вот когда ты играешь, ты вот как, входишь? Я, да, конечно. Как это состояние называется? Хорошее состояние. Хорошее состояние, да? Да. Мне вообще, а мне вообще кажется, то, что джазом нужно заниматься чем раньше, тем лучше. Потому что с трех, ну, можно даже и с трех. Вот у нас маленький мальчик, он вообще занимается с трех лет у нас в музыкальной школе. Он будет начать там в концерте выступать уже. То есть уже добивается чего-то. Когда вот дети начинают еще молодых лет, вот, ему это больше дается. Ну, все-таки учиться никогда не рано, никогда не поздно. Вот ребенок, если захочет, хоть в год. Он пойдет и будет заниматься хоть как-нибудь. На каком инструменте? Ну, пусть сам, пусть сам. Реклама своих инструментов сразу. Почему? Вот у нас в школе были вот маленькие мальчики, они пошли играть на барабаны. Но они маленькие, и до барабана они достать просто вот не могли. Они занимались на фортепиано. Так же, как и Елисей. Он пошел играть на гитару, но он маленький просто был. И он играл на фортепиано. А потом ему просто понравилось, и он начал заниматься дальше фортепиано. Ну, а по сколько вообще инструментов должен владеть джазмен? Тремя. Тем больше, чем больше. Фортепиано обязательно, и инструмент, который ты выбрал сам. Еще ударными неплохо бы владеть. Все джазовые музыканты заграничные, они все владеют ударными очень хорошо. Можно чувствовать ритм. А вокал это уже прилагает? У кого какие способности? Нет, я имею в виду, я смотрю, вы играете, вы почти все подпеваете, так или иначе. Ну, это чтобы лучше чувствовать. Заниматься всегда хорошо. То есть, если занимаешься мало, это просто не таких уровней достыгнешь. Вот наши преподаватели, они занимались очень много уже, и репетиций у них было очень много. И они добились вот такого успеха. КОНЕЦ 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 Вначале, когда мы организовали оркестр, конечно, было трудно с тромбонами, трудно было с трубами. У нас было всего два тромбониста поначалу, больше саксофонистов. Но сейчас, вот за два года, у нас традиционный состав биг-бенда. Четыре тромбона, четыре трубы, шесть саксофонов и ритм. Вот, в принципе, мы работаем только таким составом. Есть инструмент у нас, на котором играет Юра Горшков, наш перкуссионист. Это металлофон, где мы применяем в балладе. Это, в принципе, я не видел, где бы применяли этот инструмент. Но вот в данном случае появилась новая краска. Ну и масса, конечно, других, которые, в принципе, часто применяются. Засурдиневаются трубы, тромбоны. То есть это эффект, который нужен. А вот дуделки-сапелки, вот это дань детству или как? Нет, дуделки-сапелки – это дань нашей русской традиции. Есть пьеса, где действительно мы снимаем шляпу перед нашей русской культурой, перед нашим народным творчеством. И где пытаемся, по крайней мере, это все изобразить джазовым оркестром. Я думаю, у нас получается неплохо. КОНЕЦ КОНЕЦ Наверное, самым большим подарком было для ребят ваше появление на концерте. Они этого ужасно ждали и ужасно боялись. Я сам сегодня получил большой подарок, вот услышав такое поколение замечательных музыкантов. Вот именно почему я хочу это отметить. Поскольку идет такая огромная неразбериха в музыкальной культуре сейчас в России. Преобладает где-то попца. Она как бы своей ползучице убирает все в сторону. А ведь на самом деле существует и большая музыка, высокая культура, и классическая музыка, и джазовая музыка. Видите, я не отделяю искусство джаза от классики, потому что это столь же высокая культура. И вот очень важно, что в этой школе, в школе имени Кима-Назаретова, дети учатся в высокой музыкальной культуре. Ведь вот так маленькие дети играть, как они сейчас играют, они бы не смогли, если бы они не получали основы хорошие. Основу они получают классическую, а без классической основы они бы не смогли так себя вольно и свободно чувствовать в этом творческом жанре, как джаз. Я сегодня просто поздравляю и город, просто хочется поздравить с наличием такой школы, потому что таких школ я бы не сказал, чтобы очень много было в России. Я думаю, что это одна из таких ярких школ, вот школами настоящей культуры и музыки. Я бы не хотел сейчас кого-то выделить и отделить, потому что на редкость все работают и все учатся в таком стремлении быть хорошими музыкантами. И сегодня все были очень хорошие, все были, кто-то был чуть-чуть, может, больше подвинут, даже из-за того, что он старше, а кто-то младше, понимаете, тут можно учитывать именно возрастное тоже. Мне кажется, что, в общем, все были очень яркими, с надеждой такой, я лично с надеждой на будущее этих детей. И самое главное, наверное, то, что, в общем-то, они сумели у зала вызвать ответную реакцию, и, в общем-то, был кураж, такой джазовый, хороший. Видите, потому что искусство, оно очень заразительное. Если ты слышишь и ощущаешь и видишь настоящую музыкальную культуру, то она невольно передается тебе. Это не искусственный ажиотаж, а зал и реагировал на ту высокую культуру, которую восприняли дети. Дорогие друзья, трудно что-нибудь добавить. Я единственное хочу сказать, что, вот как ростовчанин, человек, который родился в этом пролетарском районе, я горжусь тем, что в этом районе вот так процветает музыка. Большое спасибо, Рамчик, тебе, большое спасибо главе администрации. Спасибо всем, кто помогает и кто хочет помочь. Еще никогда не поздно помогать. Помогайте этой школе. Да здравствует искусство! Но что еще можно сказать? Пожалуй, только одно. Чтобы теплый бриз джаза образца никогда не прекращал своего движения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok